всем привет и вновь с вами лёша и аня мы с вами продолжаем слушайте читать бесконечное лето а именно мод к нему саманта а если совсем быть точным то это руд алисы а конкретно точно почти концовочка так что продолжаем читать совсем не разведав обстановку что стоило бы сделать мы выкатили велосипеды из ворот повернув направо алиса обернулась чтобы последить раз последний раз взглянуть на лагерь ее глаза округлились проследив за ее взглядом я увидел позади нас все тот же москвич и все того же толстяка на переднем сиденье он с интересом следил за нами алиса попятилась назад уже высматривая пути к отступлению про это как забыли что делать я поднял ладонь призывая выждать другого ответа у меня не нашлось это была одна из щекотливых ситуаций из которых нет очевидного выхода изо всех сил гнать по шоссе устроить гонки по пересеченной местности чтобы в истоге упасть повредить велосипед разбиться самим нет нельзя убегать от замерзшего хищника даже если он розовой щек и кажется добродушным вместо этого я сделал другую глупость улыбнулся и помахал ему рукой шофер усмехнулся затянулся папиросой и вдруг помахал нам в ответ а потом скрылся за разворотом газеты это могло значить только одно мы свободны ты его знаешь значит ведьма и его тоже достала можно представить ну что вперед на байкал куда туда но ты понимаешь что нам ни за что не доехать это тысячи километров на велосипедах неплохой вызов неплохой вызов а ты все еще сомневаешься участвовать то я рад но сомневаюсь в результате как всегда а ты так уверена в успехе без меня бы отправилась без тебя нет это все что мне нужно слышать сколько проедем столько проедем а устанем влезем на какой-нибудь поезд мигом домчит план принят догоняй догоняй и мы рванули с места впервые гналиваясь опор то ли из страха погони то ли от избытка энтузиазма желание куда-нибудь поскорее приехать но постепенно пришлось снижать темп пролетали дорожные столбы километры дороги оставались позади и мне непривычному к долгим велопрогулкам все больше нравилась идея с поездом зачем крутить педали если можно залезть в вагон и дать локомотиву мчать нас к месту а самим лежать в душистом сене наслаждаясь пейзажами и прочими прелестями природы для отдельных прелестей сгодился бы даже отцепленный вагон я поделился с Алисой этими мыслями кроме части про отцепленный вагон план был принят охота за поездом началась по путям проходившим параллельно нашей дороге их проходило немало но все на огромной скорости и наглухо закрытое вопреки приключенческим фильмам запрыгнуть в них на ходу не было ни единого шанса не оставляя своей затеей уже затемно мы достигли городка с небольшим вокзалом теперь оставалось найти подходящий поезд в разведах почти пустующий вокзал мы разместились в примыкающем парке чтобы оттуда следить за обстановкой вскоре на путях показался товарняк поезд остановился прошло минут десять на перроне не было ни души пришла пора покинуть засаду уже предвкушая комфорт и прочие радости праздного путешествия мы пошли на штурм последнего вагона неописуемый болван я виноват ты была на шухере а я открывал дверь слишком громко вот он и вылез а ты не заметила заметила и крикнула когда он был в двух метрах от нас да именно да и надо было линять а ты застыл я же сказал обходчик уже наступил на мой велик не достать я же не мог его бросить не мог не мог он что ты можешь вообще что ты можешь вообще кроме как деньги раздавать иначе он бы нас не отпустил не слышно будет не слышно будет иначе бы он нас не отпустил ну сколько ты ему дал то на эти деньги можно было и на электричках добраться если не на скором об этом надо было раньше думать вот и подумал бы что ты на этих товарняках зациклился я думал вдвоем в вагоне романтично ну что же теперь мы вдвоем и в вагоне романтично как уж вышло доедем в грязище и в ванище на картонках вместо сена а не заплати я сидели бы сейчас в милиции и то лучше чем в этом тухлом рыбовозе я же не знал что лучше ты промолчала когда я покупал нам вагон а надо было вмешаться сам за нас постоять не можешь могу просто не хочу втянуть нас в неприятности да да ну если надо дай знать в следующий раз дать знать Алиса вдруг преснула это как орать а то его давай как-нибудь хитрее введем систему знаков например держишь себе замочку ухо значит Семен ты недостаточно мужественен немедленно связывайся в драку учту теперь будем избавляться от свидетелей ради десяти рублей десять десять тут десять там может просто побить хватит пока и этого тебя не видела такой уж я но ради тебя готов и побить а убить кровожадное ты сегодня и все таки взял бы грех на душу если ради тебя то и грех будет на тебя отчасти верно это интересный вопрос это странный вопрос да нет же вот смотри Алиса собиралась с мыслями а я отметил про себя как мило она выглядит когда сосредоточена на чем-то серьезном хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе хе-хе о чем ты хотела рассказать хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе всё да не важно Ну смотри, ставили мы Ромео и Джульетту, да? Было дело Эталонная история любви, так? Считается А почему? Что делает эту любовь великой? Ну, многое То, что герои принесли в жертву своей жизни? Да, довольно высокая цена Высокая? Ну это как... так обычно? То есть? Люди гибнут тысячами каждый день Какой-нибудь король встал не с той ноги И пошли жертвы Жертвы ему разве Это великое дело? Их честь не сложат поэмы? Разве что одну на всех? Смерть, самоубийство Все банальщина Это самый легкий путь в каком-то смысле Что? Странно обсуждать со мной такое? Нет, нет, я знаю, что тебя волнуют не только Ласточки-синички Можно поискать в другом месте Как тебе Иллиада, Троянская война, тысячи жертв конкретно за любовь Париса и Елены? Нет, опять за царей Это любовь великих, но не великая любовь Что же тогда великое, по-твоему? Та, которая все меняет Выворачиваю душу наизнанку Например? Негодяй от такой любви должен стать святым Или наоборот? Наоборот проще, почему? Наоборот проще, по-моему Но это скорее одержимость Может быть Лена считала Да, это мы с ней обсуждали, если ты не понял Я и не подумал Считала, что настоящая любовь Это когда двое могут все Могут убивать направо-налево И тут же прощать друг другу На каких же основаниях прощать? Потому что в своей любви Они сами Мерила Эталон Морали друг для друга А остальные для них Ничего не значат Интересные вещи Обсуждаете Она там не мечтает стать самкой богомола? Романтичнее некуда Смешно Но все же Что-то в этом есть Нет Нет Нет? Почему? Это ловушка Раз Лена что-то одобряет, то ты нет Но в чем-то У нас с ней совпадают вкусы Откуда мне знать? Ну так что? Хочешь, чтобы я тебе кого-нибудь убил? Ну Ты мог бы Быть готов Так Вот сейчас мы Зайдем в настройки Потому что Будет музыка Она в звуках Почему-то Музыка здесь Авторская будет играть Поэтому мы уберем Музыку и звуки На время Да Вот такие вот Неудобства Могут быть Эмбиент Тоже потише сделаем А то Слишком громко Хе-хе-хе Дверь вагона Вдруг с жутким скрежетом Открылась Нас ослепил луч От мощного фонаря Почти прожектора За ним вагон Пролезла Любопытствующая голова Но лица Сослепу было Не разглядеть Казалось К нам Пожаловала Одна Сплошная Рыжая Борода В форменной Фуражке Только с меня Не начинайте Душегубы Борода Размеренно Захохотала Перепуганная Алиса Зачем-то Тут же Схватилась За ухо Вы кто? Я? Хо-хо Я бригадир поезда А вы кто? Мы брат с сестрой Борода уставилась на меня Жидая пояснений Но сморозив первую глупость Я порядком растерялся На помощь пришла Алиса Из пионерлагеря мы Автобус без нас уехал Одни остались Да мы бедные пионеры Домой хотим Вы то бедные Когда борода поглотила Новый смешок Алиса схватилась Уже за второе ухо А как у вас Дмитрий Че бобрал Вот Все тут Мышливый бригадир Передал мне Свернутый Носовой платок Поспешно развернув Я нашел Внутри Наши деньги Рубля не доставала Но я все равно Благодарно кивнул Спасибо Все отдал Да все Не все Так Митрий Чжулик Домой уж убег Это ничего Спасибо большое Наш гость Пошарил лучом Фонаря по вагону Покачав головой Бригадир вздохнул Воздух И громко Шмыгнул носом Гадко тут Зачем забились Вы сюда Голуби Вам людовозов мало Ничего Мы не нежные И сестра Я Да И Я вообще сурова О Погодь Вы что Остаться тут хотите Мы с Алисой Переглянулись Хотим А то ночь Уже Автобусы Электрички Не ходят Можно Не положено Так Алиса Приняла Очень Неестественный Для себя Жалобный вид Закалка В пьесе Не прошла Даром Эх Ну ничего Доберемся Как нибудь Дождемся Нас Дождется Нас Когда нибудь Маменька А у меня Тоже Три птенца Подрастает Пионеры А если бы Они где Застряли Ладно Посидите Пока Мист Сейчас Принесу Вам Картохи Вареный А через Полчаса Ухнем Ой Здорово Спасибо Еще раз У нас Паровоз Ходки Авось Да небось Да бежим Борода На секунду Исчезла Из вагона Но быстро О чем-то Похватилась И вернулась А куда Бежим То Домой Они из дому Не дурачьте Старика Да нет же А что Не так-то А то И натворили Чего Нет И вы Брат с сестрой Конечно Знаешь Лисичка Сестричка Ошипни Ко мне На ухо Как вашу Матушку Звать Так А А потом Братец Вслух Скажет Сверим Да и Спокоен Буду Дригадир Похоже Был в восторге От своей Смекалки Я мельком Взглянул на Алису Та опять Держалась За уши Как будто Пытаюсь Подать мне Знак Знаки Наши Знаки Через Пять Минут Мы катили Велосипеда По ночной Тропинке Наглубляясь В лес Прочь От городка Ну Сейчас Можно Думаю Вернуть Нет Наверняка Опять За это Самое Забанит Ну Ничем Как Может Разберемся С этим Через Пять Минут Мы Катили Велосипеды По ночной Тропинке Углубляясь В лес Прочь От городка Откуда Мне было знать Что ты показывала Панамку Ты плохо Показывала Не надо было Вообще Ничего Показывать Я бы Сам Отлично Догадался Ольгу Дмитриевну Говорим Кого же Еще В лес Очередной Раз Беззвучно Вругалась Ты же Сама Этого Хотела Чего Чтоб Я постоял За нас Когда Нибудь Вот и Чем Ты постоял Мы просто Сбежали Как два Дебила А кто Нейтрализовал Бригадира Да он Сам Упал От Неожиданности И вообще Он мог Помочь Нам А ты Мог Да не смог Ничего Перебьемся Сдалось Сдалось тебе Эта Картошка Рыбная Какая Еще Рыбная Ну Не рыбная С этим Запахом В вагоне Там Все Рыбное Не Время Привередничать Знаешь Ли Я бы Съела Но Ты Идиот Ну Давай Я не знаю Давай Вернемся Серьезно Не пустят нас Хоть извинюсь Для очистки совести Хорошо Давай Э Я думал Ты откажешься Нет Я не хочу В лесу спать Можно Где-нибудь На лавке В городе Или Еще хуже Нас Попрут Сразу Заметят Заметят И Цапают Пошли Вернемся А если Он уже Сбегал В милицию Какая Сейчас Милиция Посреди Ночи А еще Они Наш Рубль Присвоили Идем Ох Чур За уши Больше Не хвататься Идем Скорее Пока Наш Рейс Не ушел Так Поезд На месте Пошли Этого Искать Погоди Наш Вагон Открыт Глянем Э Ну Глянули Допустим И что Ничего Нормально Так Попробуем Еще разок Вот так Делаем А ну Вот так Думаю Нормально Будет Ничего Нормально Мы К машинисту Идем Он Не Машинист Семен Тише Кто-то Идет Твой Видел Чем Ржавью Все Шаги Снаружи Какое-то Время Отдалялись Пока Не затихли Что Это Ты Извинился Так Я Передумал Может Сейчас Поедем Зато Нужны Тебе Извинения Эти А если Он Запер Снаружи А потом Найдет Вот Тогда Извинюсь Похоже Дурак Сама Убивать Только Что Хотела А теперь О манерах Алиса Вдруг Ринулась К двери И стала Тянуть Длинную Скобу Выполнявшую Роль Ручки Что Творишь Услышат А плевать Вот Видишь Не заперто Эй Зачем Тебе Велик Ты Что Бросаешь Меня Я С тобой Не Разговариваю Алиса Ушла От Меня В дальний Угол Где Уселась На Ворох Картона И Стала Рыться В своем Рюкзаке Я Оставил Ее В покое Вскоре Наш Поезд Тронулся Алиса Поостыла Хотя Обстановка Все еще Не располагала К приятным Беседам Но мы Условились Не ругаться По этому Поводу По крайней мере До утра Была уже Поздняя ночь Мы перекусили И стали Готовиться Ко сну Постели Нас Ожидали Скромные Материалы Все тот же Картон Фасон Из альмонаха Под мостом Восемьдесят пять Кое-как Устроившись Мы погасили Тусклый фонарик Ну как Хреново А вообще В смысле Не жалеешь Что все Так Как Так Сложно Ну сложно А тебе Чем Легче Что ли Мне Так же Хотя нет Легче Чем У меня Есть Ты Да Я думала Это что-то Взаимное Не Совсем У тебя Есть всего Лишь я А у меня Есть целая Ты Мне Нравится Твой Подход Перемещение По грязному Вагону Алиса Не решилась Быть Извращенец Животное Не Не Распаляйся А то правда Столько дряни На полу Не отмоется Покойной ночи Я Я Устроился Поудобнее На своем Непривычном Ложе И Закрыл Глаза Алиса Все не отвечала Только Гневно Сопела Я Знал Что Через Минуту Она Все равно Улыбнется Как Всегда Бывает А я Уже Буду Спать Подмерный Стук Колес Сон Приходит Быстро Песница Семена Видимо Сон Ты Забыл Про Меня Нет Забыл Нет Но Я Виноват Пропустил Мой Атиест Как Ты Мог Я Все Испортил Да Ты Подвел Меня Семен Я Знаю Да Ладно Расслабься Я Шучу Шутишь? Конечно Я Рада Что Вы Вместе Но Это Правда Я Подвел Тебя Я Ничего Не Сделал Ты Сделал Многое Все Пустяки Я Не Спас Тебя Так Ведь От Чего От Самого Худшего Если Я Погибла То Как Ты Со Мной Общаешься Ты Еще Не Как Это Не Как Это Нет Когда Да Это Самый Настоящий Факт Но Он Не Помешал Мне Быть Тут Но Мы Ж В Прошлом Разве Я Бывала В Совенке В Этом Вашем Прошлом Который Ты Считаешь Моим Будущим Все Пошло По Другому Пути Или Тот Путь Или Этот Беспокоиться Не О чем Как Же Так Раз Даже В Худшем Случае Я Поеду В Попаду В Совенок Мы Этого Не Знаем Пойми Же Из Нас Двоих Как Раз Мне Ничего Не Говорит Не Грозит Не Понимаю Кто Же Ты Зачем Ты Все Мы Тебе Понравилось В Лагере Или После Еще Бы Вот Моя Заслуга Твоя Тоже Конечно Хорошо Лагерь Может Жить И Без Меня Но У вас Двоих Без Меня Ничего Бо Не Вышло Без Тебя Помогая Мне Вы Проявляли Лучшие Качества Она Видела Твою Заботу Самоотражение Самоотверженность Но То Чего Искала Сама Без Меня Вам Понадобилось Б Уйма Времени Из Тебя Я вообще Редко Вылезал Без Домика Вот Вот Понял Теперь Хочешь Сказать Что Это Ты Мой Гид Тут Или Даже Ангел Хранитель А Тебе Нравилось Думать То Что Все Наоборот Моя Помощь Была Тебе Не Нужна Нужна А Другое Я Обещал Тебе Что Так Многое Не Вини Себя Это Нечестно Я Не Должна Быть Была Просить Все же Обещал А потом Как будто Избегал Тебя Даже Мысли Из-за Стыда Ты Вовсю Пользуешься Свободой Пользуешься Свободой Кто же ты Все Таки Зачем Все Это Ваш Путь С Алисой Ты Хочешь Продолжить Его Хочу Хочу Поменьше Спрашивай Себя Об этом И у вас Все Получится Легко Сказать А у тебя Вообще Есть Эти Ответы Я Ведь Только Твой Сон Сон Про Иллюзию Воображен Воображаемом Месте Оно Кажется Все Реальнее Но мне Нравится Тут По Прежнему Если Не Больше Так И Будет Пока Она Рядом Ну А ты Что Будет С тобой Не Переживай За Меня Только Сон Но Ты Напиши Мне Как Нибудь Концовка На Восток Все Конец Руталисы Все Как обычно С вас Лайки Подписка Про лайки А не просто Так Прошу Каждый Раз У меня Контент Со всем Минусов Шел Из-за Того Что Нет Лайков И Комментариев Поэтому Пожалуйста Прошу Еще Раз Не Скупитесь На Лайки На Комментарии Все Всем Пока Пока Пока